Я предлагаю открыть Деяния апостолов, 16 глава, с 23 по 26 стих. Знаете, так как эту историю мы все знаем, я просто некоторые стишки прочитаю. Сказано так. И да вы много ударов ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, они ввергли их во внутреннюю темницу, и ноги их забили в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Первое местописание, которое мы прочитали, Слово Божие призывало нас к тому, чтобы, невзирая ни на какие ситуации в нашей жизни, хвала, жертва хвалы в нашей жизни, она была непрестанной. И вот пример. Ну, я не знаю, представьте себе такую ситуацию, если бы каждый из нас попал в такие обстоятельства. Что бы каждый из нас делал? Ну, может быть, кто-то бы начал молиться от отчаяния, кто-то, может быть, нашел бы какое-то укромное место и начал внутри себя глубоко так, настолько глубоко, что даже снаружи никаких признаков жизни не видно, да, творить молитву. Но смотрите, что делают апостолы. Они, молясь, воспевали Бога. И это слово говорит само о себе. То есть, что они сделали? Они начали исповедовать имя Иисуса. Они в духовный мир провозглашали, кто Он есть для них. На чьей они стороне между добром и злом. И это дало право или дает право основания Богу действовать в нашей жизни. Когда человек провозглашает имя Иисуса и заявляет, на чьей он стороне, тогда Господь являет свою мышцу. Это просто один из примеров того, как Господь являет свою силу, когда мы приносим жертву хвалы. Поэтому, дорогие мои, я просто призываю вас сегодня прийти к нашему Богу, прославить Его с верой, исповедать Его имя, заявить, чем является имя Иисуса для вас. И тогда мы можем видеть действия Божьи в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, группа, вы можете проходить, а мы будем молиться. Аминь. Станем для молитвы. Милосердный Божий, я прославляю Твое имя Иисус. Я величаю имя Твое, ибо оно велико и дивно, Господь наш. Ибо только этим именем, Господь, мы спасаемся. Ибо только и одно имя, Господь, которое я желаю сегодня развеличить, прославить, восхвалить, воспеть в своей жизни. Господь мой, я благодарю Тебя за Слово Твое, которое показывает нам Иисус и открывает нам те истины Слова Божьего, которые Ты желаешь, чтобы народ Твой притворял в своей жизни. Господь, я благословляю этих молодых людей, Господь. Я благословляю их, Господь, чтобы они с помазанием Духа Святого, Господь, открывали свои уста. Чтобы эта жертва Божия, она была помазана также и верою, Господь. Благослови, Господь, каждую душу, присутствующую на этом месте. Благослови, Господь мой, чтобы каждая душа, она открывала свои уста, Бог мой. Чтобы, Господи Божий, милосердное имя Твое в народе Твоем, Господь, оно славилось всегда и непрестанно, как и повелевает Слово Твое. Господь, да будешь Ты действовать, Господь, и да будешь Ты, Господь, являть свою мощь и силу в народе Твоем. Во имя Иисуса молим. Аминь. 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 Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я благодарю Тебя, Святой Живой, я благодарю, величаю Тебя, Господь. Аллилуйя, слава, слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за Твой свет, который явил Ты этому миру, Господь. И когда Твой свет засветился, тьма убежала, Господь. Аллилуйя, потому что перед Твоим светом не может стоять тьма, Господь. Я благодарю Тебя. Перед Твоей добротою не может стоять зло, Господь. Аллилуйя, фала, благодарение Тебе, Господь, потому что Ты силен. Аллилуйя, фала, благодарения Тебе, Господь, и я принял решение, я отдал свою жизнь Тебе, Господь, я полюбил Тебя от всего сердца, Господь, от всей души, Господь, Аллилуйя, фала, благодарения Тебе, я отдал сердце свое Тебе, потому что люблю Тебя, святого, живого, чудного, дивного, Господь, и я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твою святость, которая на этом месте, Господь, ибо Ты свят, Господь, ибо Ты свят, живой, чудный, дивный, Господь, Аллилуйя, фала, благодарение Тебе, поклоняюсь Тебе, Господь, я поклоняюсь Тебе в это время, слава Тебе живому, слава Тебе чудному, Господь. Аллилуйя, фала, благодарение Тебе, Иисус, я благословляю Тебя, я величаю Тебя, Господь, будь прославлен. Аминь. Группа прославления, спасибо, очень хорошая работа, но я думаю, вы можете продолжать вместе со мной, вместе с церковью, будете вести сегодня в том, чтобы мы продолжали славить Господа, величать Его. Вы знаете, чтобы Дух Святой сейчас дал такую музыку, которая зацепила наше сердце. Вы знаете, изнутри вот такое желание, и пришло желание в сердце величать и прославлять Господа, говорить о Нем что-то хорошее. Ибо благ Господь, ибо Он нас приводит в это собрание для чего? Для того, чтобы приблизить ближе к себе. Чтобы посмотреть нам в глаза, чтобы обнять нас и сказать, я люблю Тебя. И с своей стороны мы выразили свою благодарность Господу. Пожалуйста, вы можете сейчас присесть. Я веру, что Господь Духом Святым сейчас делает свою работу. Делает свою работу, производит в вас желание благодарить Господа, величать Его. Чтобы вы могли высказать свое решение, что вы сделали в своей жизни, что Господь сделал в вашей жизни. Как Господь провел вас на этой неделе. Господь благ. Итак, в Евангелии Луки с 15 главы есть притча, так называемая, о блудном сыне. Иисус Христос начал говорить людям и говорить, в одного отца было два сына, которые служили отцу, которые были в доме отца. И младшему, более умному, появилось желание. Он решил, пойду в этот мир и посмотрю, что жить в этих маленьких просторах. Пойду, посмотрю, как мир живет. Поищу удачи. Все же таки не всегда отцы делают неправильные решения, не всегда правильно живут. И бывают, когда люди или дети делают свои решения. И прошло время, и у него не получилось. Вы знаете, как тяжело бывает людям возвратиться домой, возвратиться еще, вот знаете, вот, когда доказывал, что-то говорил, вот у меня получится, да вы неправильно делаете, вот я пойду. И вот, допустим, уехал на заработки, работал, не получилось, еще обворовали, а еще дали. И вот, вы знаете, как возвратиться домой. А тут же говорил, я поеду, я вот заработаю, да что вы. И возвратиться домой. Как тяжело человеку, вы знаете, вот бывает ночью где-то человек домой, неделю-две отсидел, чтобы синяки пропали. Знаете, как тяжело возвратиться, как тяжело. И с другой стороны, как легко у человека получилось. На белом коне, на BMW или Mercedes, человек едет, понад всеми домами проехал, всем позвонил. Вы знаете, бывает такое у человека чувство и такое желание, значит, когда получилось. Но в этого человека не получилось, и говорит, и придя же в себя, сказал. Все же таки дошло до человека, сознания. И он сказал, а у отца моего сколько хлеба? Не мечтал о корочках, о стейках, о масле. Говорит, а сколько хлеба у отца? А слуги как живут? Пойду буду слугой. И когда отец встретил, он не обвинял его, он не говорил, ах ты блудный заблудчик, где ты там? Ты посмотри на себя. Он встречает, выбегает навстречу и дает команду слугам, и говорит отец, и сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте персин на руку его, и обувь на ноги. Он посмотрел, выглядит ужасно. Он посмотрел, истрепан, измучен. И он понял, что нужно делать. Говорит, возьмите, принесите одежду, оденьте его, лучшую одежду. Вы знаете, чтобы одеть лучшую одежду, надо снять старую. Чтобы одеть лучшие сапоги, обувь, надо снять старую. Господь наш добрый отец. Господь наш добрый отец. Я благодарю Господа за то, что Он полюбил нас. Я благодарю Господа за то, что Он отдал Своего Сына. Он говорит, сын, кто пойдет? Он говорит, отец, я пойду. Я сделаю все, что Ты меня будешь просить. Он сделал решение. И когда уже последняя его молитва, Он возрел в свои глаза к отцу и говорит, отец, пришло время. Прослав своего сына. Прослав сына, потому что сын будет выполнять последнее Твое поручение. И этот сын видел, он должен пойти на крест. Он должен умереть. Он должен страдать. Он должен мучиться. Но говорит отец, прослав своего сына. Дай ему достойно пройти это время. На что он пришел? Почему? Потому что Ты мне дал людей этих, которые окружают меня. И для того, чтобы их спасти, для того, чтобы их привести к Тебе, я должен умереть. Он принял решение и говорит, Господь, отец, дай, прослав моего сына, чтобы я прошел это время с достоинством. Отец, прослав, и я прославлю Тебя. Вы знаете, вот решение. Пришло одному решение, говорит, возвращусь к Отцу. И второй, говорит, я тоже. Он принял решение. Он принял решение. И говорит, Господь, прослав твоего сына, чтобы я выполнил Твое поручение так, чтобы я был прославлен. И я прославлю Тебя. Дорогие братья и сестры, как много в жизни мы принимаем решения. Как-то я увидел в церковь люди опаздывают. Кому-то не получается, у кого-то, может быть, дети, еще какие-то обстоятельства. И я принял решение приходить в церковь на час раньше. Вы знаете, и меня не смущает то, что кто-то опаздывает, потому что я верую, это было от Господа. Ревнусь о Господе. Принял решение на час раньше приходить. Как-то поселились одни люди здесь в Америке на улице. И эта улица была очень такая, знаете, бурьяны растут, сорняки там, не ухаживают. Ну, что-то вроде. У меня не совсем это получается, чтобы наводить дома порядок. А эти люди приняли решение. И они первые, что сделали, навели порядок. Они все убрали, они сделали все, сделали самый лучший двор на этой улице. потому что люди приняли решение. В Писании написано, в последнее время по причине беззакония, умножение подзакония во многих охладеет любовь. Вы знаете, я хочу сказать, но не у меня. Я верю, что и не у вас, потому что вы приняли решение любить Господа. Проходит неделя, есть написано в Писании, что Господь будет делать в нашей жизни. И я принял решение, что когда буду видеть больных, будут подходить и молиться за них. Это Господь будет делать. Вы знаете, еще, когда мы были в Мексике, и говорит, мы должны говорить свидетельство. О чем говорить? И сестры подошли и говорят, а у нас не о чем говорить. Мы не были наркоманами, потому что они приняли решение, что они не будут принимать, не будут пробовать наркотики. Я бы хотел, чтобы сейчас молодежь, дети, те, которые приняли решение, что никогда в жизни не будут употреблять наркотики, чтобы они подняли руку. Есть ли у нас в церкви такие? Никогда в жизни не пробовать, не только дети, но и взрослые. Никогда в жизни не пробовать, потому что это может убить тебя. Они говорили, никогда в жизни мы не пробовали алкоголь, не пили. Мы никогда где-то не гуляли, не блудили. Они приняли решение. Вы знаете, когда Господь наполнил вот это то, что требует от нас Господь, что есть те люди в этом мире, которые приняли решение, приняли решение любить Господа, потому что Он их спас и оправдал. Дорогие братья и сестры, если Господь побуждает вас сказать свидетельство, поблагодарить Господа, что-то хорошее сказать об Иисусе, или тот опыт, который вы имели на этой неделе, или в вашей жизни, вы можете сделать это. Готовьтесь, или я сейчас буду вызывать. Дорогая церковь, у меня благодарность. Первая благодарность за то, что я здесь. Я очень мучаюсь в душе, что я не могу посещать служение каждое воскресенье. И у меня благодарность Богу. Я видела, как дети переживают, когда я плакала, когда получала отказы на работе, чтобы изменили шифт. И сейчас у меня благодарность, что мне прислали письмо и подтвердили то время, те дни, которые я заказывала, которые я просила. У меня были свои ограничения. Я не хочу работать 5 дней в неделю. Я хочу работать только с утра, при этом получая свои 40 часов. И я получила этот шифт. За это, слава Богу. И благодарность за это. И также благодарность. Мы переехали в то место, которое мы хотели. Поблагодарите вместе с нами. Слава Иисусу. Слава Богу, дорогая церковь. Наш ряд самый благодарный. Исцеление пришло из пронзенных рук Христа. В прошлое воскресенье мы пели эту песню. Где-то год назад у меня начались проблемы с почками. Я не знал, что. Пошел к доктору. Сделали УЗИ. Сказали, почки чистые, камня нет. Ну, я просто мучился, мучился. И хуже, хуже становилось. И где-то две недели назад я уже просто, я уже заказал опойтмент к доктору. И ждал этого дня прийти к доктору, но уже за день прямо до этого опойтмента мне вообще стало просто ужасно плохо. Я уже пил обезболивающие таблетки. Они мне ну, почти не помогали. Я просто катался по полу и просто изгонял силой Божьей всякую боль. Однажды я на Ютьюбе увидел как как харкень, не харкень, а торнейдо. Торнейдо шел на какую-то деревню. Там такие люди, бедолаги. И они простерли руки в ту сторону и кричали Jesus name, Jesus name. Они просто вопияли Богу. И буквально за три минуты все все рассеялось и все уничтожилось. Я лежал на полу и говорил Jesus name. Ты знаешь, что у меня проблемы. Я кое-как пережил ночь. Утром еще доехал до работы. И мне просто хуже, хуже, хуже. Потом резкая боль буквально секунды три. И все и все стихло. И буквально через два часа у меня вышел камень. Это такое облегчение. Я особенно благодарен Богу, что он и камни ворочает. Еще как бы ну конечно это все, что дорого это все связано с болезнью, со здоровьем. Ну и несколько, пару лет назад тоже у меня были проблемы с сердцем. Я пошел к доктору как бы сердце два-три раза ударит потом удара нету. И потом, когда следующий удар он как бы компенсирует тот удар и очень плохо себя чувствуешь. Я пошел к доктору, мне доктор сказал, что это не лечится. Дал какие-то таблетки, сказал, если уже тебе совсем будет плохо, ну вот можешь принимать. Но лучше их не принимать. И я так жил, ну говорит, ты надо не лечиться, с этим будешь жить. Ну этот врач сказал, ну у меня есть Господь, слава Богу. И когда в прошлом году начался пост, буквально на третий день все прошло. Я благодарен Богу, что все ушло просто безвозвратно. Вся слава Богу. Братья и сестры, вечная слава нашему Господу. Я очень благодарна молитвенной группе, которые год молились за моего брата, который лежал с третьим инсультом. Благодарю вас всех, братья и сестры, за то, что собрали пожертвования в помощь по гребению. И благодарю Господа, что Господь забрал его за этой скорбной земли, что он теперь у Господа, уже ему ничего не болит. И услышал молитвы наши и дал ответ, что он у вечной обители. Слава Господу за всю благодарность вам, великое сердце моего. Слава Господу. Я тоже хочу поблагодарить Бога за все. У меня еще прошлое воскресенье было такая благодарность, чтобы поблагодарить Бога. Но сегодня тоже вот такая поблагодарность, чтобы поблагодарить Бога за все, потому что он добрый, любит. И такие вот слова, еще эти звезды не погасли, еще зараз сияет, так, что зараз сияет, что зарезает мир ясный, новорожденного Христа. И мы сегодня вот едем, моя Таня приехала и Жанна, и Костя, и корсетик, ложик, я говорю, надо одеялко подослать, чтобы было мягенько, и она положила и так, без одеялко, и эта десятка поняла ручки, закажала, Боже, ты мне пошли, чтобы было убить, чтобы была мягенько, чтобы ее помолились, я прошу, как бы молились за Богу, только пипи, 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 взять деток и за внушок, и чтобы было все, такое, чтобы они были здоровенькие, чтобы здоровье укреплялось, амин. Слава Господу, мы имеем Господа, который дает нам силу освобождаться от болезни, если ты болеешь, и это на самом деле, если врачи говорят, что ты болеешь, это может так и есть, но истина заключается в том, что ранами Иисуса мы исцелились, и сегодня Господь, Он силен взять нашу болезнь и дать здоровье, если ты в горе, это оно так и есть, это бывают душевные раны, это очень тяжело, но Господь хочет взять сегодня это от тебя и дать тебе радость, дать тебе счастье, давайте мы встанем на ноги, и мы будем вместе благодарить, Отец, я благодарю тебя, Господь, за твою доброту, за твое спасение, за то, что ты открылся нам, мы благодарим тебя, Господи, за любовь и милость твою, Господь, мы благодарим тебя за твои обетования, Господь, вернемся, Господи, в праведность, потому что твое слово очищает сегодня многих из нас, твоя кровь омывает, Господь, Аллилуйя, фала, благодарение тебе, Господь, мы принимаем, Господи, здоровье для нашего тела, для нашей души сегодня, во имя Иисуса, Дух Святой, ты знаешь, кому сейчас надо прикоснуться, прикасайся, во имя Иисуса, Аллилуйя, фала, благодарение тебе, мы благодарим тебя за то, что ты так добрый, за то, что ты любишь и ведешь нас, благослови это собрание, Господь, веди нас, тебе честь и слава, Аминь. Присаживайся. У нас в гостях есть брат Виктор, сестра Нина, пожалуйста, вы можете спеть, во славу Божию, да благословит вас Господь. Приветствуем вас, дорогая церковь, мы рады быть среди вас, хотя первый раз, и хотим для нашего общего назидания спеть ветры крутых дорог, и хотим для нашего общего назидания. Ветры крутых дорог ждут нас всех впереди, только великий Бог за нами в свет глядит. Если придет беда, руку протянет он, с ним никогда, с ним никогда, никогда не разобьется, о чем. С Господом путь пройти наше желание, путь вlanе. Пусть светит нам в пути его сияние, длежа сияние, днем наш источник сил благословение, С Господом путь пройти наше впрямление Пусть не всегда цветы, пусть не всегда пенеров Но сколько радости дарует нам исток С ним вернится лет, будет как только сон С дивных цветов венец для нас готовит он С Господом путь пройти наше желание Пусть светит нам в пути его сияние В нем наш источник сил благословения С Господом путь пройти наше впрямление Смело глядим мы вдаль в будущность всех дорог Нам не страшна печаль, путь приготовил Бог Бетлой надежды луч сердечный мир дарит Солнцем сквозь гряды туч за нами Бог следит Субтитры создавал DimaTorzok С Господом путь пройти наше впрямление С Господом путь пройти ваше желание Пусть светит вам в пути его сияние В нем ваш источник сил благословения Субтитры создавал DimaTorzok С Господом путь пройти наше впрямление С Господом путь пройти наше впрямление Субтитры создавал DimaTorzok Пусть светит вам в пути его сияние Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисуса кровь Как многих грешников она спасла Иисуса кровь очистила мне сердце, добила Какой ценой даровано прощение грехов И только в ней у Бога столько дочерей сынов А ты стоишь так далеко от этого креста А ты молчишь, не хочешь открывать свои уста Распят Иисус, ты припади к Его святым ногам Не Божий суд, не Божий суд Прощение найдешь своим грехам Голгофский крест тебя от вечной гибели спасет Спасение есть, спасение есть Еще не ночь тебя спасите ждет Ему отдай Грехов тяжелых многолетний груз Не опоздай Не вечно будет ждать тебя Иисус Любовь Христа Сейчас готова грешников принять Твои уста Пусть скажет Иисус, прости меня Иисуса кровь Какая сила Божьей любви Иисуса кровь Какая благодать Его крови Иисуса кровь Печет из-под тернового венца Иисуса кровь Спасает ныне грешные сердца Распят Иисус Ты припади к Его святым ногам Не Божий суд, не Божий суд Прощение найдешь своим грехам Голгофский крест Тебя от вечной гибели спасет Спасение есть, спасение есть Еще не ночь тебя спасите ждет Распят Иисус Ты припади к Его святым ногам Не Божий суд, не Божий суд Прощение найдешь своим грехам Голгофский крест Тебя от вечной гибели спасет Спасение есть, спасение есть Еще не ночь тебя спасите ждет Слава Богу Да будет имя Господа благословенный Христос сказал Если кто хочет идти за Мною Отвергни себя И возьми крест свой И следуй за Мною Возьми крест свой Мне хотелось идти за Христом Без креста Налегке по дороге земной Но призвав меня Он мне сказал неспроста Возьми крест свой И следуй за Мною Я сказала ему Что боюсь Креста И призналась Что им тягощусь Но я подняла взор И во взгляде Христа Увидала глубокую грусть Без креста Ты не можешь за Мною идти Крест всегда Непрерывно с тобой Поношенья Насмешки На узком пути На широком же Мнимый покой На добро твое мир Будет злом отвечать И пример твой Поднимет на смех А падение твое Будет жадно встречать И приветствовать Каждый твой грех Будет истинность Слов твоих Враг извращать И порывы святые твои Будет смешивать С грязью Ногами топтать Как когда-то Порывы мои Он Он Расставит Капканы И сети Вокруг И окрасит Все в розовый цвет Чтоб не видела Ты Кто твой враг И кто друг И вокруг тебя Тьма Или свет Будет всюду Порочить он Имя Твое И в труде Будет бить по рукам Ты уйдешь На молитву В жилище свое Он Терзать тебя Будет и там Это все Неизменно Сопутствует Тех Кто За мною Решится идти Это Крест Но Духовный Имеет успех Кто Его Не боится Нести Расплавляясь В огне Закаляется Сталь Очищается Золото В нем Я Знаю В радость Превратится Печаль Если Путь свой Пройдешь Ты С крестом Путь Пройдя До конца Победишь Как и я Себя Свяжешь С моею Судьбой И сказала я Господи Ради Тебя Возьму крест И пойду за Тобой Аминь Слава Богу Слава Богу Братья и сестры Читаем Слово Божие Перед нашим Добровольным Пожертвованием Пойте Господу Святые Его Славьте Память Святыни Его Ибо На мгновение Гнев Его На всю жизнь Благоволение Его Вечером Водворяется Плач А на утро Радость И я говорил Благоденствии Моем Не поколеблюсь Вовек По благоволению Твоему Господи Ты укрепил Гору мою Но Ты Сокрыл лицо Твое И я смутился Тогда К Тебе Господи Взывал я И Господа умолял Что пользы В крови моей Когда я сойду В могилу Будет ли И прах Славить Тебя Будет ли Возвещать Истину Твою Услышь В понедельник Полицай дает Мне тикет На 124 доллара За что Господи Помилуй На второй день Другая машина Обливает мою машину Ничего не добиваюсь Один месяц Второй месяц Ну думаю Господи Роптать не буду Превращу Это в молитву Я много раз Слышал много таких Хороших свидетельств И Господь отвечает Боже Помоги Разреши Твой вопрос Вы знаете Просил одну сумму Через пару месяцев Дали В два с половиной раза больше Как важно Доверить свою Вот Свои все дела Как Давид говорит Здесь На мгновение Гнев его Может быть Господь Что-то предупреждает Переотвращает от чего-то Но Господь же он Не милует Потому что На мгновение его Гнев его И на всю жизнь Благоволение Братья и сестры И поэтому Добр наш Господь Дославит душа Наша Господа Мы слышим Эти свидетельства И укрепляемся Как Бог Помогает нам Когда мы Обращаемся к нему В любой ситуации В любой нужде В любое время Бог хочет Чтобы его дети Иначе Обращались к нему Потому что Написано есть Господь Вникает Во все Дела Сынов Человеческих Правда Братья и сестры Он вникает И в наши финансовые дела Тоже вникает Поэтому сейчас у нас Финансовое служение Давайте же Откроем наши Кошельки И пожертвуем Вот во славу Господа Пусть нас Господь В этом благословит Аминь В этом благословит В этом благословит Ух Открываю окна Открываю окна Открываю двери Сердце моего я тебе Пусть твое дыхание, нежный голос Духа, созидает славу во мне. Открываю окна, открываю двери, сердце моего я тебе. Пусть твое дыхание, нежный голос Духа, созидает славу во мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, приди, мой Господь. Я так ищу тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, приди, мой Господь. И наполнил сердце моё. Я хочу услышать, я хочу исполнить, мой Господь, лишь слово Твоё. Я так ищу тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя, забудь тебя, приди, мой Господь, ко мне. Я так ищу тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, слава Господу за это вдохновенное пение, что Господь делает свою работу. Мы сегодня в виде, может быть, эксперимента попробуем проповедовать с переводом на английский язык. Кто слабо понимает русский язык, чтобы имели полное понимание и полный, так сказать, вход в то, что происходит в церкви и то, что Господь хочет сказать каждому из нас. Слава Богу! Моя тема, о которой я сегодня хотел бы говорить о любви. И, наверное, только ленивые не говорили о любви, правда? Которые вообще не заинтересованы в любви и вообще потерялись где-то. И о любви очень много говорят. Много проповедуют. Много рассуждают об этом. Читают об этом. Как лучше любить. Как найти себе супругу, если переводить на уровень человека, эту любовь. Как идти по жизни. С любовью. И вы знаете, много есть примеров, иллюстраций, как нужно любить. Библия, наверное, самый лучший источник, который говорит о любви. И, вы знаете, любовь для христианина должна быть как отчество. И это в полном смысле слова. Ввиду того, что написано, что Бог есть любовь. The word says God is love. И кто наш отец? And who is our father? Любовь, Бог. God, love. Так что перед вами, ну, дай Бог, Виктор Любовович. So in front of you is Victor, love. И точно так же Мария Любовна. Same thing, Мария, love. Конечно, есть у кого сегодня, и которого зовут Любовь, то есть Люба. Maybe there's somebody here today by the name of Люба. Кто-нибудь есть у нас по имени Любовь? Люба. Is there anybody by the name of love or Люба? Есть одна. Друзья мои, любовь это то, чем мы движемся и существуем. Одна женщина пришла к пастору и сказала, все, жизнь невыносима. Я боюсь, чтобы что-то не сделать плохое своему мужу, я буду искать развода. И пастор нашел такой интересный способ. Говорит, пойди домой, и чтобы сделать ему хуже, притвори, что ты его любишь. Пастор gave her this advice. Go home and pretend that you love him in order to make him feel bad. И говорит, после двух месяцев вернешься и скажешь ему, я развожусь. And in two months return and tell him, I'm going to divorce you. И проходит два месяца, пастор ждет. Two months go by, the pastor is waiting. Three months. И потом спрашивает ее, почему не приходишь? And then he asks her, why haven't you came back? Она сказала, вы знаете, когда я начала притворяться, говорите ему, что я его люблю, я его полюбила. When I started to pretend and telling him that I love him, I actually loved him. And he felt this big love. Друзья, любовь это не просто чувство. Friends, love is just not a, it's not just a feeling. Это действие. It's an action. Боюсь, чтобы призвать вас к лицемерию, притворению. I don't want to call you to pretend. Но в то же время говори, что ты любишь. Делай, как будто ты любишь, если не можешь на самом деле. In other words, if you can't love, do and say as if you can. И продолжай это делать. И это будет твоя жизнь. И это будет ход твоей жизни. И она превратится в любовь. И обращаю это слово точно так же к себе, как и каждому, кто здесь находится. О любви Слово Божие говорит очень много. Я попрошу включить 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха. Владимир не будет ее читать, просто на экране 1 Иоанна, 4 глава, 7 стиха и ниже. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам обкрылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил вас Бог, то и мы, нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он нам дал, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям. 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Можно проходить и садиться. Проповедь сказана. Иван Мир, даже я могу сесть. Такое Слово, такое яркое, которое показывает нам, что мы должны любить. И если мы любим Бога, или претендуем на то, что мы любим Бога, мы должны любить своего ближнего и дальнего. И если мы любим Бога, или мы претендуем на то, что мы любим одного из наших близких, мы должны продолжать делать так. Мы должны любить. И многие люди не любят иногда, и я не люблю, когда мне говорят, ты должен, ты делай, ты должен, ты должен, ты должен. А как же быть? А lot of people don't like, when somebody tells them to do something, and how can you love such people? Вы знаете, в Америке есть закон, что матери или родители должны любить своих детей. There's a law in America that the parents need to love their kids. И когда один человек задал женщине, которая прижимала своего ребенка к груди, и сказал, что есть такой закон, что ты должна любить своего ребенка. There's a question asked to a woman who was holding a child, and he told her, do you know about a law that says you must love your child? И она на него посмотрела, и он все понял. And she looked at him, and he understood everything. She does not need the law. Dear friend, if you love, you don't need the law. Господь возлюбил прежде. God loved you before. И возлюбил так крепко. And he loved you so much. Что отдал сына своего на смерть. That he gave his one and only son to die for you. И я могу претендовать, что я люблю, или говорить, что я люблю, когда я люблю своего ближнего. I can say that I love when I love my neighbor. Темнота не может изгнать темноту. Darkness cannot cast away darkness. Если вы откроете рядышком темную комнату, если вы в темноте сидите, If you guys open a dark room, if you guys are sitting in the dark, Все, что оттуда может прийти, Это темнота. Если есть ненависть, то вы ее не изгоните ненавистью. If there is hate, you cannot rebuke it with hate. Яркий пример сегодня, то, что происходит в мире, всевозможные войны. We could look at the world and what's going on with the armies today. И только свет может развеять темноту. And only light could cast away the dark. И только любовь может разбить ненависть. And only love could rebuke hate. Только любовь может доставить на то место, куда мы стремимся, куда мы идем. Only love could put us on that path to where we're going. Ненависть не может победить любовь. Hate cannot beat love. Ненависть не может победить любовь. Hate cannot beat love. Если сегодня ты в таком положении, Что не можешь дальше идти, потому что ненавидишь, или нелюбовное отношение ко всем. That you cannot go any further because you hate. Любовь может победить. Love can win. И эта любовь пришла к нам через Иисуса Христа. And this love came to us through Jesus Christ. Для того, чтобы мы могли побеждать. In order for us to overcome. Я думаю, что многие слышали о том, что значение любви в греческом языке аж четыре. A lot of us have heard about the meaning of love in the Greek language. There is four. И в основном мы знаем три значения. И четвертое, это которое называется старге. We only know three meanings. And the fourth one is called старге. Где идет речь о взаимоотношениях в семье. Where it talks about the love in the family. Первое, это филия. First is filia. Это любовь к человеку, к другу. It is a love to a person, to a friend. Независимо от пола. It doesn't matter about the gender. Это так называемая платоническая любовь. It's called... Платоник. Платоник. Let it be. Друзья мои, Господь, когда пришел на землю, Он дал агапе. My friends, when God, when Jesus came to this earth, He gave агапе. То есть, это любовь, которая непосредственно открывает наши взаимоотношения с Богом. И любовь к Богу, и Бога к нам. This is the love that opens up our hearts to God, and God to us. Но Он не исключил филия. Он не исключил ту любовь между людьми. But He didn't take out the love between people. Есть еще эра значение. There is another one. It's called eris. И я не буду идти в ту сторону. Это взаимоотношения между мужем и женой. And I'm not going to touch up on that subject, because this is between husband and wife. И это тоже сотворено Господом. And this was also created by God. И это нормально. And this is normal. Но больше хотел бы говорить о вот любви к Богу и любви между собою. I'd like to talk to you guys about love between God and the love between us. И люди ищут любви во всевозможных, я уже говорил, источниках, энциклопедиях. People are always seeking for love at all the wrong or right sources. И вот эта вот любовь, которая под названием филия. And this love by the name of Filiya. Яркий пример тому взаимоотношений Давида и Иенафана. Is a bright example of the love between David and Иенафан. Они любили друг друга. They loved each other. И кто-то с извращенным умом может сегодня сказать что-то другое и свести эту любовь на извращение. Somebody with a wicked mind could say something else regarding their love. Но это люди, которые могли подставить друг другу плечо. But these are people that were friends that could have held lean on each other. И Иенафан настолько любил Давида, что, можно сказать, пожертвовал своими отношениями с отцом. Jonathan loved David so much that you could say that he, his father's relationship gave that up in order to be friends with David. Потому что он любил Давида. Because he loved David. Давид сильно любил Иенафана. И после смерти уже даже Саула он этому роду или родственнику Иенафану оказывал помощь. David, even after the death of Saul, still continued to help Jonathan's family. И Господь желает, чтобы мы так любили друг друга. Чтобы мы относились друг к другу на другом уровне. Не просто я тебе, ты мне. So that we were to show more love towards one another, not just a regular friendship. И, может быть, я упомяну немножко об этой любви в семье, которая происходит, я имею в виду, к детям и к родителям. I'd like to remind you guys about the family love towards the kids. Очень хороший пример также Давида и его сына Весолома. Very good example is between David and his son. Некоторые люди, может быть, даже как-то неприятно произносить имя Весолома после того, сколько он сделал зла. Some people don't even like to talk about David's son because of how much evil he had done. Вы знаете, этот человек, сегодня нету между нами детей, человек, который отверг любовь отца. This person is the one that denied his father's love. Он отвернулся, ушел от отца. He turned away and left his father. He turned away and left his father. And after a while, he returns back into the house of his father. And he went out to his father's friends and he tried to trick him into listening to him instead of his father. И это ему удавалось на протяжении какого-то времени. And over a period of time, he was successful at what he was doing. И в конечном итоге он поднял восстание против отца. And eventually, he caused an uproar in town. И Давиду пришлось убегать. David was forced to run away. Он взял всех своих друзей и убегал от своего сына. He took all of his close friends and he was running away from his son. И когда пришло время, когда восторжествовала правда, и Ависалом висел между небом и землей и своими волосами, запутавшись в дереве, в ветке дерева. When the time came and the truth was shown, when his son was tangled up in a tree from his hair, И Давид говорил, чтобы его не убивали. Но кто-то нашелся, кто хотел уходить Давиду. И он был убит. И Давид плакал. И Давид улыбнул. Это вот любовь, которая необъяснимая. И это еще не Божья любовь. Это любовь отца к детям. And this is not God's love. This is just the love between father and son. Что бы ни происходило, ребенок дальше остается твоим ребенком. Если у кого-то пошатнулась любовь к детям. Whatever the circumstances, your children are still your children. Если у тебя пошатнулась любовь к родителям, родители твои остаются твоими родителями. If your love has gone cold for your parents, your parents are still your parents. Друзья мои, и мы призваны к тому, чтобы любить. Любить всех и особенно своих. Your friends, we are called to love. Мы немножко разбираем сейчас, что такое любовь. И как любить. Today we are looking into what is love and how to love. И я уже говорил, что любовь это не чувство. Когда открываешь Священное Писание, наверное, многие из вас знают наизусть 13 главу 1 послания Коринфянам. Если можно, пожалуйста, включите. 1 послание Коринфянам, 13 глава, с 1 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медзвенящая или кимвал звучащий и дальше. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И еще. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Можно мне уже садиться. Друзья мои, я сяду скоро. Друзья мои, Господь призывает нас к такой любви. И не скажите, что вы услышали это первый раз. И я уверен, что кто-то учил эту главу наизусть. Вы знаете, можно выучить наизусть, можно знать точно, что это значит. Но не жить в этом, не исполнять то, что Господь сказал. Любовь это та, что все переносит, написано в Слове Божьем. Любовь не ищет своего. Я не буду повторять то, что уже прочитал. Но такое домашнее задание. Прочитайте. Сравните себя. Сравните со своим поведением. По отношению к родителям, по отношению к детям, по отношению к мужьям, по отношению к женам. Когда нужно любить? Такой простой, наверное, глуповатый вопрос. Всегда. Не тогда, когда нас любят. Не тогда, когда все хорошо. Светит солнце. Ну, кто любит дождь, идет дождь. Любить нужно всегда. Я понимаю, что мы люди. И не всегда так получается. И я не хочу сейчас искать каких-то извинений, для себя. Я хочу любить. Это то решение, которое каждый из нас должен принять. Чего бы это ни стоило. Это то, что сделал Господь. Для меня и для тебя. Любить до конца дней жизни. love to the end of days. Итак, агапе, любовь к Богу и наша любовь к Богу. Агапа, our love for God and God's love for us. Филия это любовь к человеку, друг к другу. Филия is to the love of a person or to each other. Эрис больше по отношению к жене и мужа. Эрис is more for married people, husband in life. И старге больше к детям, к родителям. И старге is between parents and kids. Как же любит Бог? Как же любит Бог? Ну хорошо, много этих вот заветов, пожеланий, требований от людей и Слова Божия. Для того, чтобы понять, как любит Господь, давайте вспомним о Петре. И я думаю, что кто-то из вас уже читал об этом, когда Христос задавал ему такие вопросы, любишь ли ты меня? И это было трижды. I know we've read this before, when Jesus was asking Peter, do you love me? Это было трижды, и кто изучал это место, там произносились разные слова на греческом языке. Jesus asked Peter three times, do you love me? И это были разные слова. And there was different words. Разные отношения, любишь ли как человека, или личность, любишь ли как Бога. Different actions, do you love me as a person, do you love me as a God? И так далее. Друзья мои, и обращаясь к этому примеру, я веду Петра, I'm turning to this example of Peter, когда он отрекся от Господа, when he turned his back отрекся трижды, turned his back three times. И через некоторое время Господь начинает его использовать. And over some time, God starts to use him. масса людей именно через Петра. A lot of people repent through Peter. Он начинает проповедовать, и тот Христос, от которого он отрекся, начинает его благословлять. He starts to preach, and that Jesus that he turned his back on starts to bless him. This is very simple things that I'm speaking on right now. But it is so difficult to take an action. Почему? Потому что он сказал, прости. Why? Because he said, forgive me. Он плакал и каялся после того, как отрекся от Иисуса Христа. He was crying and repenting after he turned his back on Jesus. И никогда не поздно, каждому из нас. And it is never late for each one of us сказать прости to say, forgive me. To say, forgive me, God. To say, forgive me, dear wife, dear husband, children. Все еще может восстановиться. Everything could be restored. Все может стать совершенно в другом, идти в другом направлении. Everything could be turned around and headed in the other direction. До тех пор, пока мы живы. until we are alive. Мы можем что-то изменить. Мы ничего не можем изменить, когда мы предстанем пред нашим Господом. When we come in front of God. И тогда мы не сможем ничего изменить. Есть понятие жертвенной любви. There is an understanding of sacrificial love. И прежде всего, самый лучший пример это Иисус Христос. And first of all, the best example is Jesus Christ. Который оставил славу неба. Left the glory of heaven. И пришел на землю. And came to this earth. Для того, чтобы спасти тебя и меня. In order to save me and you. went through went through the cross. And did everything so that I could love and that I could live. One person has shared this example out of his life. И у них девиз в доме был такой. То есть, то, что они часто вспоминали. Любовь в действии. Love is action. And in their house, they always spoke on or lived by. Love is action. То есть, не просто любить, не просто говорить, а действовать. Not to just love or say, but to do something. И говорит, однажды я пошел в магазин. And he says, once I went to a store. And this guy went to the petting zoo. И по дороге в магазин дети, девочка 8 лет и мальчик 5 лет, пристали к нему. Заведи нас туда, заведи нас туда. Но это стоило каких-то копеек. 50 центов. И он согласился с этим, сказал, у вас есть деньги, используйте их. И они подошли к этому зоопарку. Это стоило 50 центов. И каждый из них имел по 25 центов. И когда этот отец уже пошел в магазин, догоняет, смотрит, девочка, дочка идет за ним. When the father was going to the store, he looks back and sees that the daughter was following him. He asked her, what happened? Говорит, я отдала свои 25 центов своему братику. She said, I gave the 25 cents to my brother. Пожертвовала. Sacrificed. И она пошла и ходила вместе с ним. И говорит, у меня были деньги. Мы потом вернулись к этому зоопарку. И говорит, у меня эти 50 центов прожигали мои карманы. Но она, говорит, не спросила меня. И я, говорит, не предложил. Она решила пройти весь путь, так сказать, до конца этой жертвой. А в это время ее братик играл там с животными, гладил их и так далее. Она стояла и смотрела. Детский пример. Но переводя на ценности взрослых людей, машины, дома, другие вещи, мы можем применить к себе. Насколько мы готовы любить, жертвуя своим каким-то достоянием или успехами? Жертвенная любовь. Насколько мы готовы любить? Если есть, я говорил в прошлом месяце на тему непрощения. Я с уверенностью могу сказать, там, где непрощение живет постоянно. Там нет любви. И сколько бы мы себя не убеждали, что мы любим, я люблю того другого, четвертого, если есть непрощение, там нет любви. кто-то пел когда-то песню «Если любишь, легко прощаешь». Если любишь, не мыслишь злого. Недостатков не замечаешь. И неугасимым светом сияешь. Друзья мои, любовь с одной стороны как бы кажется недосягаема. Но поскольку Господь живет внутрь нас, и Он является отцом любви, и наше отчество — любовь, у нас нету выбора. Мы должны любить. И нет той проблемы сегодня, которая невозможно разрешить посредством любви. С любовью мы можем проходить по жизни. Не существовать, но жить. И жить полноценной жизнью. Важно, чтобы у нас была сила любви. А не любовь к силе. Или к власти. Чтобы руководить. Написано, повинуется жена, и все тут. Есть еще что-то большее. И там перед этим сказано, и после этого много сказано, что мы должны любить. Мы должны подчиняться друг другу. И об этом как раз в послании к Ефесянам сказано. Подчиняйтесь друг другу. Но любить. Это так тяжело. И это так легко с Господом. Я бы хотел призвать каждого сегодня, чтобы мы вошли в это присутствие любви Божьей. Посмотреть на те страдания, через которые Иисус Христос прошел. Посмотреть на эту любовь святую, которая открывает глаза миллионам людей. Да поможет каждому из нас, Господь, войти в это присутствие любви. Осознать, кто есть Господь в нашей жизни. Не может ненависть изгнать ненависть. Но любви это под силу. Любовь может изгнать ненависть из твоей жизни. Любовь может открыть полноценно глаза на жизнь. Любовь может восстановить взаимоотношения между родителями и детьми. Любовь может восстановить взаимоотношения с супругом. Любовь может восстановить взаимоотношения с Господом. Как я могу любить Бога, которого не вижу и ненавидеть ближнего Своего? Я не выдумал что-то это Священное Писание, которое говорит ясно и четко об этом. Господь желает чтобы мы любили. Одна девушка, которая участвовала в конкурсе, упала прямо на сцене. Ее зовут Рэйчел Смит. Она заняла какое-то место, но когда у нее один судья просто так задал вопрос, что бы ты хотела, чтобы не произошло в твоей жизни или чтобы изменилось в жизни. Это через пять минут после того, как она растянулась на сцене упала. Я бы, наверное, сказал это. Она говорит, я хотела бы изменить свое отношение к людям, которых я видела в Африке и сделать еще больше им. То есть я не знаю, какой высоты полета у этой девушки была любовь, но я думаю, публично сказать эти вещи, значит, у нее было это первое на разу. Я не знаю, что бы ты хотел изменить в своей жизни. Я не знаю, хотел бы ли ты вернуть назад время и не жениться на том, ком женился или не выйти замуж за него. Чтобы не произошло какой-то аварии. Чтобы не произошло каких-то травм. И я думаю, это хорошая мысль, кроме о браке. Тот, кто рядом с тобой, это самый лучший человек. Это не надо менять. Друзья мои, но сегодня ты можешь изменить взаимоотношения с Богом. Сегодня ты можешь посмотреть в глаза Господу. Как написано, взирая на начальника и совершителя веры. и проходить свой жизненный путь. Чтобы не пришлось потом сожалевать о том, что вот да, я сидел, слушал через десять лет и вот сейчас мне нужно опять что-то менять. проповедь о любви. Но не принял решение любить. Я думал, что меня просто накроет какая-то волна и тогда я полюблю. Мы молимся о пробуждении. И мы вспоминаем пробуждения, которые были в нашей жизни. И мы помним те мурашки, которые бегали по телу у нас. И думаем, что вот это пробуждение и вот тогда, когда побежит что-то по мне по телу, почувствую какой-то мороз, вот это я полюблю. Любовь в действии, прими решение. Прими решение любить. Любить Бога. Любить друзей вокруг. Любить врагов. Я не буду уже читать это место, Батфея, пятая глава, последние стихи, где сказано, любите врагов ваших. Молите за обижающих вас. И так далее, проклинающих вас. Господь желает видеть церковь любящей. Один человек сказал, покажите мне церковь, где люди любят друг друга, и я покажу вам церковь, где есть сила Божия. Там, где любовь, там сила Божия. Потому что Бог есть любовь. Я не буду говорить, кто является отцом ненависти. Я думаю, догадайтесь трех раз. Господь возлюбил любовью вечную. Чтобы мы любили друг друга. И Господь этот здесь сегодня. Давайте все вместе встанем сейчас. Если есть кто-то, кого вы не любите, полюбите сейчас. Не ждите волны Духа Святого. Она придет. Но Дух Святой пришел на землю для того, чтобы достигать неверующих людей. Воспитать любящих людей, которые будут достигать любовью вечную я возлюбил тебя, написано, и потому простер к тебе благоволение. Пусть Господь каждому поможет. Мы будем молиться сейчас с любовью друг за друга. Если у вас есть особая нужда, вы можете пройти вперед. Если у вас есть какие-то нужды, вы можете поднять руки прямо сейчас. кто рядом находится, возложите руки, если позволяет вам ваша вера это делать. Начните молиться за него. Если кто-то не поднял рядом руку с вами, он постеснялся, начинайте молиться за него. Пусть это будет молитва с любовью. Господь сегодня обозревает нас. Господь желает, чтобы мы любили, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы не ожидали тех последних пяти минут своей жизни, когда мы начнем звонить, всем каяться, просить прощения и говорить, как мы их любим. Все пять минут пришли сейчас. Мы не знаем, или продлится наше время, или после этого служения у нас продлится даже в нашей жизни. Но сегодня скажи прости и люблю. Во имя Божье скажи это. Прими решение. Господь сегодня. God is here. Yesterday, today, and forever. Аллилуйя, Господи. если сильно любишь, если много любишь, много делаешь, you do a lot. Любовь направляет нас к действию. God, love puts our actions into moving. Начнем молиться сейчас. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, слава Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Ты сказал, Господь, в слове, потому знают, что вы мои ученики, что вы имеете любовь друг ко другу. Господь, Господь, дай нам не ожидать особого времени, не откладывать это на Новый Год, на Новый месяц, на Новый день, на Новый час, а сегодня полюбить. Полюбить Тебя, полюбить, Господь, друг друга во имя Иисуса Христа. Боже, 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 Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. Господи, если нету сил, помоги нам вести себя, как будто мы любим. Боже, привыкнуть к этому, Господи, стилю жизни, жизни в любви и жизни любя. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя слава. Аллилуйя слава Тебе, Господь. Наполни Духом Святым сегодня церковь Твою. Наполни благодатью Твоею. Наполни любовью, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам быть там, где обиженные и униженные, Господь, чтобы оказать любовь. Господь, дай нам быть там, где больны, кто, Господь, нуждается, Иисус, не там, где присытились. Во имя Иисуса Христа. Боже, подними сегодня служителей, подними сегодня людей, которые бы искали благодати Твоей, любви Твоей и любили. Слава Тебе. Слава Тебе. Боже, прости, Господь, тех, прости меня, Господь, когда я забываю, когда мы забываем о том, что мы являемся носителями любви Твоей. Господи, во имя Иисуса Христа, Ты знаешь, тех, кто сегодня подняли руки для молитвы, Ты знаешь, что сегодня нуждается в Твоей любви, в нашей любви, во имя Иисуса Христа, да почиет Твоя любовь на каждом из нас. Господь, мы несем на руках молитвы нашу сестру Аллу Садыки, которая больна. Боже, коснись ее, во имя Иисуса Христа, побуди кого-то сегодня оказать дело любви, посетить ее. Ты знаешь, нашу сестру Веру Зубик, которая страдает также, Боже, Господи, коснись ее, яви свою славу, Боже, аллилуйя Тебе, слава Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молимся за Радченко Виталия, отца наших братьев и сестер, которые в церкви, там в больнице, в палате, коснись его, да будет имя Твое благословенно и прославлено, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя Тебе, мы молимся за сестру Людмилы, которой предстоит операция, которая переживает за нее, во имя Иисуса. Аллилуйя Тебе, Господь, Твоя любовь превыше всего. Боже, Боже, Аллилуйя, дай милость Твою, помилуй тех, кто сегодня упорно продолжает жить в нелюбви. Помилуй тех, которых выбора нету и вокруг все ненавидят. Помилуй Господь и дай любить взамен. Во имя Иисуса Христа, Аллилуйя Тебе, Боже, да будет имя Твое благословено, да будет имя Твое прославлено. Господь, 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 слава Тебе, слава Тебе, Боже, Аллилуйя Тебе, слава, Дух Святой, Аллилуйя, Господь. Начните молиться за Ольгу, Боже мой. Если у кого-то есть еще нужда, пройдите вперед. Не стесняйтесь. Братья, подойдите кто-то еще. Господь, мы молимся за мужа Ольги, чтобы он пришел к тебе, чтобы он познал тебя, как личного Спасителя. Иисус, Иисус, ты видишь ту ситуацию. Господи, ты знаешь, что состояние. Боже, да придет Твое спасение и Твоя божественная любовь, исцеляющая. Во имя Иисуса Христа да придет Твоя, Господь, благодать. Да придет Твоя слава. Да придет Твое помазание во имя Иисуса Христа. Да придет прощение полномасштабное, полное во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Мы сегодня разрушаем все замыслы дьявола над жизнью нашей сестры. Мы сегодня разрушаем все замыслы над жизнью наших семей, нашей церкви. Во имя Иисуса Христа мы умоляем, чтобы Твоя благодать пребывала над нами. Во имя Иисуса. Коснись каждого, кто находится на этом месте. Господь, кто пережил отверженность в своей жизни, отвержение родителями, детьми, супругами. Господи, восстанови сегодня эти отношения. Восстанови, Господь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя. Слава. Слава, Дух Святой. Слава Тебе. Слава. Слава. Господь, войди в те комнаты, темные комнаты. Иисус, где нету света, где нету света, где дьявол разрушил все, что можно было разрушить. Господь, приди, восстанови, яви свою славу. Яви свою славу. Аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. Господи, да будет имя Твое благословенно, прославлено и возвеличено наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Приведите в действие инструмент Божьей любви сразу после собрания. Можете прямо сейчас, если вы рядом с супругой или супругом, скажите, что вы любите его. Или с другом, с братом, с сестрою, скажите, что вы любите его. Не дожидайтесь тех пяти последних минут в своей жизни, когда вы всем будете признавать, когда мы будем признаваться в любви друг к другу. Скажите, сделайте это сегодня. И не просто скажите, окажите любовь, покажите ее в действии. Это важно. Это нужно. А кто, может быть, ищет еще свою любовь? Я имею в виду молодежь или кто-то постарше. In the name of Jesus. Чтобы вы нашли эту любовь. И чтобы это была любовь до конца дней жизни. Чтобы потом мы не молились о каких-то ситуациях, а чтобы эта любовь была до конца. Так благослови для каждого из нас Господь. Несколько объявлений. Одно из таких объявлений, которое мы уже объявляли. И я все-таки, Галина, пройди сюда. Я думаю, никто лучше не объявит, чем ты это объявление. Это речь идет о постановке, постановке, которая Easter Play, пасхальная постановка. И я вижу уже, Аня здесь рядом тоже сделать объявление. Но пока. Галина. Братья и сестры, вы знаете, что у нас 5 апреля будет славный праздник Христового Воскресения. Но никогда не бывает радость Воскресения, если мы не сходим в Симанский сад. Я вас просто уверяю, когда я была в Израиле, мне просто довелось быть в Симане. И просто, может, трогать вот эти деревья, которым сказали уже больше 2000 лет. Они стоят, и у меня так чувство, что здесь был Христос. Я всегда хочу принести нашу церковь, чтобы люди, знаете, наглядно посмотрели. И вы знаете, что наша церковь, она просто превращается в уголок Израиля. И я очень приглашаю всех. У нас, нам все нужны люди. Нам надо, по крайней мере, 100 человек. Потому что это будет большая сцена, когда прославится голгофский подвиг. Это не нам слава абсолютно, это будет Богу слава. И это большая возможность пригласить людей неверующих, особенно неверующих, потому что вы знаете, что одно услышать, другое увидеть. Я вас очень прошу, чтобы вы все молились. И я приглашаю, мне еще надо много-много людей, у меня уже есть очень много людей желающих. И мы молимся о пробуждении уже сколько месяцев. И просто я вас приглашаю, братья и сестры, вступите к своему соседу или просто в мир пригласите. Мы ориентируемся большинство на русских людей. Но американцы, у нас будет перевод. И через две недели, я думаю, у нас уже будет приглашение, такие, которые мы сделаем. Я вас просто очень приглашаю поучаствовать в этом деле. Знаете, у нас еще столько места в церкви. И просто не остаться на этот праздник, чтобы нам было хорошо, а люди просто погибают. А ведь за них Христос тоже умирал. Пожалуйста, я вас очень прошу принять активное счастье и заранее вас всех благодарю. Буквально пару слов добавить. Мы сейчас молимся о том, чтобы организовать группы в разных районах, группы, домашние группы. И как бы кульминацией вот этой вот нашей работы, нашей молитвы о пробуждении будет вот это евангелизационное служение. Это 4 апреля, прямо перед Пасхой. Такой вечер перед Пасхой. Молитесь об этом. И я молодежи уже сказал, вы уже записаны. Но подойдите, просто скажите, что вы хотите делать. Взрослые тоже, вы записаны многие уже. Пожалуйста, Лиля. Как еще? Приветствую вас, народ Божий. Если вы заметили, прошлый месяц я не делала объявления. Специально, чтобы вы немножко больше обратили внимание на то, что Лиля опять будет говорить. Сегодня, этот понедельник, это второй месяц понедельника. Я просто объявляю опять. У нас состоится встреча молодых жен, мам. На 7 часов вечера здесь в церкви. Дорогие молодые семьи, мамы, жены, пожалуйста, приходите. Бог очень благословляет нас там. И я думаю, что вы будете благословенны тоже. Спасибо. У нас приготовлен также бейксейл там. И если кто-то не знает, они собирают средства на дом молитвы и на аппаратуру, которую Виталий внедряет для хорошей записи в нашей церкви. Поэтому пожертвуйте что-то там, когда вы покупаете что-то вкусненькое у Анны, у Стимчук. Заканчивая наше служение, пожалуй, еще были объявления у меня. Сегодня все лидеры, диаконы, пастыри, лидеры, руководители отделов, кто чувствует себя лидером, кто хочет быть руководителем домашней группы. Мы собираемся после служения буквально через минут 10 в youth room. Это внизу на первом этаже есть такая черная комната. Это называется молодежная комната. Пожалуйста, пройдите все, кого я назвал. Я рассылал также текст-месседж, просил, чтобы вы остались. Это не будет больше часа. Ну, надеюсь, даже будет меньше. Если у кого-то есть еще какие-то объявления, вы можете их сказать. А, ну, вообще, да. У нас следующее воскресенье отчетное собрание. У нас служение будет. Оно будет, может быть, немножко короче, но отчетное собрание будет. Поэтому, пожалуйста, приходите. Члены церкви особенно приглашайте гостей. Мы просто их раньше немножко отпустим. Это не будет что-то такое. Даже гость у нас будет на немножко из Первоуральска. Поэтому, милости просим. Сейчас еще у Дмитрия есть слово. Пожалуйста. на библейскую школу. Напомнили, объявление есть. Брат, пастырь из Первоуральска, из Урала, из России, Николай его зовут, будет в этот вторник и последующий в школе на третьем курсе. Тема тоже о лидерах в библейском свете, взгляд Библии на лидерство и так далее. Поэтому, кто просто хочет посетить эти два предмета, занятия или вторника, милости просим. Также выпускники библейской школы, я бы тоже хотел, чтобы вы пришли туда вниз. Мы бы хотели использовать каждого, кто что-то знает уже, двигается в служении домашних групп, помощникам или руководителям. Нам нужно охватить прежде всего друг друга, но любое служение это для достижения неверующих людей. И при заключении буквально несколько слов, чтобы не остаться чисто на организационных вопросах, на мыслях, один человек приснил сон. И файлы, файлы, файлы какие-то, не мог понять, что поднимает одну карточку и на ней его грехи. И вся комната забита этими файлами. Что делать? Такой стыд напал. Как же, говорит, начал их уничтожать, эти бумажки все. Уничтожал, уничтожал, они не рвутся. Что делать? Стыд такой пришел. Открывает те вещи, которые думал, что никто не знает. А там мысли, все, что думал, все написано. И входит Иисус Христос. Но это сон, это не откровение, это сон. Входит Иисус Христос, ему настолько стыдно стало, что делать. И вот именно мы не можем уничтожить, какая мысль? Мы не можем уничтожить свое прошлое. Но Иисус Христос уничтожил это одним махом. Говорит, это не твое. Он перечеркнул карточки и написал свое, его имя зачеркнул и написал свое имя. То есть, он взял позор и пошел. Он зачеркнул его имя. Твое имя не зачеркнуто в вечной жизни, но грехи под твоим именем, они зачеркнуты, зачеркнуты, когда ты подходишь к его престолу. Пусть Господь поможет каждому из нас войти вот в это присутствие Божие. Не держись за прошлое. Если бы Петр жил вот в этом раскаянии всю свою жизнь и никогда не вышел проповедовать, наверное, и нас с вами не было бы сегодня, но имеется в виду, верующими точно не были бы. Потому что он оставил прошлое. Что хуже может быть, чем отречение от Иисуса Христа? Я не знаю. Друзья мои, он оставил и пошел победоносно вперед. Поэтому с этой мыслью победоносно, но не по отношению друг к другу, а по отношению ко греху будем с миром Божьим расходиться. А сейчас давайте встанем, благословим друг друга вот этими словами благословения, если можно, поставьте их на экран. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И дай Бог, чтобы мы имели это в виду, в хорошем смысле слова. Пожалуйста, все лидеры, руководители, пройдите вниз, в Ютрум. Шалом, ваши дома, ваши сердца, благословений. Спасибо, Владимир, за перевод.